Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. После первой серии этого блокбастера замечательного совершенно потрясающего фильма, который нам продемонстрировал Михаил Геннадьевич Круглов, я был в нетерпении, поскольку мне как можно быстрее хотелось бы посмотреть вторую его часть. Вот сегодня мы эту вторую часть с вами посмотрим. Михаил Геннадьевич, пожалуйста, дорогой, вот чем скорее мы начнем, тем лучше. Добрый вечер, мы рады вас приветствовать. Добрый вечер, Александр Гарун, спасибо большое. Продолжаю, продолжаю. Видно? Нет. Презентацию надо включить. Все пошло. Вопрос об уважаемые слушатели Школы Здравого Смысла. Мы с вами продолжаем нашу тему и мы сейчас отвлечемся от животрепещущего момента нашей цивилизации и поговорим о том, почему нам нужно торопиться или продобрывать дядю Гугл. Почему вообще цивилизационные вопросы сейчас особую актуальность имеют? Ну, потому что идет переформатирование мира, о котором мы говорили. Задача Кощеев сломать общественный договор между народом и элитой, потому что зачем договариваться с ресурсом? Ресурсом нам просто управлять и все. Бояре не против скорректировать общественный договор для того, чтобы сохранить свой статус. Готовы к небольшим модификациям. Ну, естественно, в свою пользу всегда готовы. Но не против и в пользу народа для того, чтобы выстоять перед Кощеевой атакой. И вот для нас, то есть для народа, для ищущих правду, очень важно понять, как можно создать вот этот вот самый общественный договор на новых принципах и построить новую цивилизацию на принципах правды и справедливости. Вовсю продолжается и борьба бояр с Кощеями, и борьба бояр между собой. Я подготовил ряд выписок из, прежде всего, материалов Института русских стратегий. Вы видите их адрес на сайте. Продолжается рост напряженности между США с Китаем. Провели учения авианосные в Южно-Китайском море. Создан антикитайский союз Индии и Филиппин с целью противодействия Китаю в Южно-Китайском море. Прелюбопытно развиваются российско-китайские отношения. Восникла тенденция провести шелковый путь по альтернативному маршруту в обход Российской Федерации и Казахстана. 5 июня первый товарный состав отправился из Китая в Ташкент по новому железнодорожному пути и ветка проложена в обход Казахстана. В Узбекистане объявили о масштабной программе по ремонту дорог в Ферганской области. Это в рамках программы «Один пояс, один путь». Всем известна острая ситуация на границе Азербайджана и Армении. Потому что, напоминаю, одна из веток Великого шелкового пути, которая идет по территории Турции в обход Туркмении и Казахстана, она проходит в Востокшнее Каспии. То есть выраженный конфликт, он эту ветку перекрывает. То есть борьба, где пройдут эти ветки, кто, так сказать, будет играть в Великий шелковый путь, кто не будет играть, борьба идет острая. Американцы готовятся покуситься на Северный морской путь, отлучить Россию от контроля. И разрабатывают самый крупный в мире ледокол. Ледоколы начал строить Китай. Видимо, планирует самостоятельно эксплуатировать Северный морской путь. Что, понятное дело, восторга вызвать не может. Ну, никакого. Очень важный момент – это то, что бояре Германии, Великобритании и даже Дональд Трамп, правда, по совершенно разным причинам, высадают речь посполитую. Как поляки говорят, от Можа до Можа. То есть от Балтики до Черного моря. 28 июля Украина, Польша и Литва подписали соглашение о сотрудничестве, так называемый «Люблинский треугольник» создали. Речь посполитая началась с Люблинской лунии 1569 года. Со временем они планируют присоединить Белоруссию, Молдову и Приднестровье туда. А возникает, честно говоря, крайне неприятный противник. Я вот, уважаемые слушатели, хочу всем напомнить, что когда мы 4 ноября празднуем День Единства, то вдумайтесь, чего мы на самом деле празднуем. Когда мы говорим, что это было изгнание поляков из Кремля, поляки начинают страшно обижаться и говорить, собственно, при чем мы-то тут. И в какой-то степени они правы. Это вот не поляки, не Европа. Это Ц Европу мы изгоняли из Кремля. Потому что костяк вот этих вот самых пришедших с первым самозванцем и присоединившихся и ко второму самозванцу, и грабивших Руссию, и вообще говоря, чуть не угробивших наше государство, это выходцы с Украины и с Белоруссии. Поэтому вот такое вот объединение уж точно нам никаких приятностей дать не может, а вот массу неприятностей совершенно способны. Когда говорят, что это пустая затея, мол, у Польши нет ресурсов, а у Украины тем более, и у Литвы их не густо, я подозреваю, что ресурс-то очень даже могут найти. Воссоздает Австро-Венгрию. Тоже по разным причинам. И Трамп, судя по всему, и, естественно, Австрия под своим началом. Куда входит Венгрия, Словакия, Румыния, возможные страны, бывшие Югославией, под руководством Австрии. И все это приводит к обширному антироссийскому санитарному кордону между Западной Европой и Россией. А в это самое время не дремлет уважаемая Фагма и прежде всего добрый дядя Гугл, который, как выясняется, совершенно очень даже недобрый. В четком соответствии с принципом Соломона Гугл строит инфраструктуру, которую, естественно, собирается контролировать, и которая таким образом позволит ему контролировать бизнес. Затеяли целый ряд проектов. Альфа, Бета, Гамма и Дельта. Для бизнеса проект Альфа, который позволяет автоматизировать любой бизнес, достаточно просто. Гугл создает удобный сервис. Если бы они были неудобные, то никакого принципа Соломона бы не возникло. Глобальная платформа для контроля инноваций G-Beta, которая включает в себя семинедельный ускоритель для кампании ранней стадии развития, и платформу GENER 8TOR для креативной экономики, которая объединяет основателей стартапов, музыкантов, художников, инвесторов, университетов и корпораций, и плюс платформа для молодых профессионалов, их профессионального роста, объединений, обучения, повышения компетенций, прочего и прочего, и всякого, и т.д. Вот ключевые вещи, которые, собственно говоря, на эти сервисы подсаживают. Существующий бизнес раз, инновационный бизнес-2, и молодых профессионалов, то есть тех, на кого во всем мире идет главная надежда в эпоху научно-технической революции, и таким образом собирается их контролировать. и очень такой тревожащий проект, который называется G-Data, который, вообще говоря, больше всего похож на историко-цивилизационное оружие. Масштаб этого проекта огромен. Все, я думаю, вы слышали, вы слышали, уважаемые слушатели школы здравого смысла, что Google несколько лет назад начал сканирование книг, размещение их в свободном доступе, и все сначала страшно радовались, что вот как это все хорошо, мы за бесплатно или за совсем дешево получим доступ к колоссальному объему литературы. Казалось, что все немножко по-другому. Значит, Google на основе своих структур и мощнейших серверных сетей создал систему, которая опирается на суперкомпьютеры, используя технологии больших данных и искусственного интеллекта, и создает модель реального общества, которые можно визуализировать, анализировать, моделировать, рассматривать и даже прогнозировать. Система поглощает триллионы данных, три первичных потока данных, один кодифицирует физические действия по всему миру в более чем трехстах категориях, еще один записывает людей, места, организации, темы, вот эти вот самые эмодзи, то есть лайки, дизлайки и прочее, и прочее. И еще один кодифицирует видеоинформацию, то есть визуальный нарратив. Все эти потоки обновляются каждые 15 минут и таким образом дают представление о нашей мировой цивилизации в реальном масштабе времени. Система начала функционировать с 2009 года, до этого шло ее наполнение, она развивается, модифицируется. В принципе, она в открытом доступе и вообще говоря, мы получаем с вами такого цивилизационного монстра, который может быть очень жестко использован для управления нами, нашим развитием, нашими попытками осознать свои цивилизации, нашими попытками построить новую цивилизацию и так далее. сейчас охватывает примерно 200 лет кодифицированной истории, то есть с 1800 года по текущий момент. Посмотрите, как любопытно, ведь фактически все, что не входит в этот проект, оно автоматно может рассматриваться как фейк. существует естественного проекта кураторы, хотя вроде бы проект открытый, и вроде бы каждый может к нему подключиться, но для кураторов важно отслеживать, кто по каким алгоритмам обработывает данные, которые заложены в этом G-Delta проекте. И мы имеем уже с вами первые результаты для нас, то есть для России. Вот эти вот первые результаты я нашел в замечательной книжке Смирнова «Тропы истории» или «Криптоаналитика глубинной власти». Я, кстати, всем рекомендую слушателям Школы Здравого Смысла ее найти, прочитать и попробовать осмыслить, потому что мышление она переворачивает совершенно. Потому что не знаю, как другие, но я совершенно не подозревал, чем на самом деле занималась элита СССР вот в послевоенный период. И вот в этой вот самой замечательной книжке, подробности отдаваться не буду, есть ссылка на статью. Статью мне найти не удалось. может быть, пока не удалось, может, я плохо искал, я буду продолжать эти попытки. Статья имеет очень любопытное название. «The impossibility of history and existence of Russia», то есть невозможность истории и существования России, алгебраический и статистический анализ больших исторических данных, то есть фонда больших исторических данных. Опубликовано в сборнике Принстонского университета, вышло в 2013 году. И, опять же, по сведениям Смирновых, утверждается, что со статистической точки зрения российской истории, вот так вот, как она приведена в тех документах, книгах, других источниках информации, которые введены вот в эту вот самую систему G-Delta Project, то есть такой истории быть не может. И государство, которое имеет такую историю, оно не может существовать. Это означает, на самом деле, несколько вещей сразу. Значит, первая вещь, которую тоже, так сказать, описывает Смирнов, делается вывод, что, вообще говоря, с точки зрения статистики, вот когда высшее руководство компании или государством принимает какие-то управленческие решения, то вероятность правильных и неправильных, имеется в виду, долгосрочных стратегических решений, у всех где-то 50 на 50. Будущее предсказать тяжело, рисковые события случаются, они коренным образом часто все меняют, и если у других стран вот это отношение, что правильные и неправильные примерно 50 на 50, то для российской истории обнаружен очень мощный крен в сторону неправильных решений. То есть получается, что на основе вот этих вот всех данных как правило, властная элита Российской Федерации выбирает неправильные решения. Как вот это получается, ну здесь, так сказать, есть повод для очень глубокого размышления. Правда, возможен второй момент, что все данные, которые были ну вернее не все, но значительная часть данных, которые были введены в систему, это данные не отражающие реальность. То ли искаженные, то ли фальсифицированные, то ли еще какие-то. Ну и, кстати, вполне вероятно, что и то, и другое сразу. Как вообще говоря, вот это вот цивилизационно-историческое оружие может работать. Значит, сам проект собирает большие данные и статистику. Идет анализ в реальном времени. Понятно, что такой анализ в реальном времени это совершенно идеальный инструмент для любых разведок. И понятно, что развед сообщества очень даже в этом проекте заинтересован и, судя по всему, его контролирует. Через них, то есть через развед сообщества, результаты поступают лицам, принимающим решения. А возникает хороший вопрос, да, на кого, собственно говоря, работает этот проект. На государство? На Дональда Трампа? или на вот этих вот самых американских кощеев? Вопрос остается открытый и, судя по всему, прежде всего вот на этих самых кощеев мировых и американских. Значит, система позволяет осуществлять ситуационное моделирование. И второй хороший вопрос. Вот мы видим бурное и, несмотря на все усилия государства, плохо подавляемое движение в Америке. Резонный вопрос. А в моделировании вот этого движения принимал участие этот проект? Мы видим с вами бурное и неожиданное для государственных деятелей развитие ситуации с пандемией. Второй резонный вопрос. А в ситуационном моделировании вот этой вот самой пандемии принимал участие этот проект? Уж больно, вообще говоря, все серьезно продуманно и синхронизировано происходит. Ну, не совсем всегда удачно, но, тем не менее, вот уровень синхронизации действий вот этих вот самых кощеев разных стран народов, он, надо бы сказать, настораживает. ну, и мы видим, что система, в принципе, позволяет идентифицировать источники информации, осуществлять их цензуру. Буквально в последние дни началась совершенно обвальная цензура. Пострадали многие наши каналы. Царь Град, миллионник, да, был отключен. День ТВ потерял свой сайт. Примерно 30 достаточно крупных российских источников, с ними случились неприятности. Гораздо большее количество пострадало китайских источников, ну, и источников других стран. И, судя по всему, это только цветочки. Потому что, вообще говоря, вот этот G-Delta Project позволяет вести эту цензуру просто в реальном времени. И дотягиваться до тех, до которые любая человеческая цензура. Понятно, что цензуру будет вести искусственный интеллект. Она как бы не касалась. Ну, и дальше обратный ход, да, это по результатам ситуационного моделирования на основе решения лиц, принимающих решений, информация выпускается в СМИ, идет в исполнительные структуры и так далее. увернуться от вот этой вот махины, ну, надо бы сказать, будет крайне тяжело. Поэтому, если мы будем копаться, если мы не успеем создать вот этот самый образ правильного будущего, если мы не успеем понять, как развивалась и будет развиваться нашей цивилизации, то мы можем опоздать, чуть ли, можно сказать, не навсегда, потому что ситуация сейчас, к сожалению, очень простая, или мы, или нас. Спасибо за внимание, надеюсь, что продолжение следует. Димас, можно отключать. Можно отключить нам этот самый, как его презентацию? Да. Михаил Геннадьевич, спасибо огромное. То есть, огромный труд, на самом деле, я понимаю, то есть, и исследовательский, и методологический, и много нового, и задачи поставленные, что делать, сказано. Я, в самом хорошем смысле, слово потрясен. Жду, не дождусь, когда вы пришлете нам свою фотографию, информацию. Я выслал. Я выслал. Владимир Викторовичу выслал через этот самый WhatsApp. А, через WhatsApp. Да. Спасибо. Спасибо это за что, Александр Горович. Теперь тут ночами спать не будешь. наоборот, когда мы знаем замыслы врагов, когда мы знаем, что смерть скачает на конце иглы, мы знаем, где эту иглу взять, и с помощью какой ракеты донести эту иглу до цели. Ну, Владимир Викторович, вам как руководителю целой лаборатории по производству суперсовременного оружия, вам-то и должно быть известно, что вооружен, вернее, предупрежден, значит вооружен. Что вы? Кстати, маленькая реплика по поводу оцифровки всех книг гуклом. Да, у них был такой проект, и они на нем забуксовали, сделали процентов 15-20, и знаете, где запутались? В авторских правах. Их там галили по судам, и они его закрыли, ну и он нафиг. Что самое интересное, я успел скачать у них всю русскоязычную литературу из университета Кембриджа, Оксфорда, библиотеки Конгресса США, так что, гуглу спасибо, нужно сказать. Да нет, кто ж говорит, они в принципе все делают очень удобно, потому что иначе нас не подсадишь. Вот другое дело, что было не очень понятно, что это они такие добрые, и зачем они этим занялись. Они денег хотели заработать, они хотели создать глобальную электронную библиотеку, банально. Ой, не думаю я, значит, они на базе этой библиотеки запустили вот эту вот G-дельту, а там по той мощности, которая в это дело вовлечена, это полный атас, потому что там одних суперкомпьютеров больше ста работают на этот проект. Михаил Геннадьевич, спите спокойно, ничего им это не даст абсолютно, просто ничего не даст. Железки, они и есть железки. Владимир Викторович знает, потому что он не только возглавлял самую крупную лабораторию по производству ракет, но и сам непосредственно в подобных проектах участвовал. Сейчас им запущен сейчас глобальный проект Школы здравосмысла, поэтому мы будем завоевывать информационное пространство. Я правильно говорю, Владимир Викторович? Не информационное пространство, а подсознание. А, подсознание, вот, подсознание. И будем делать это с помощью таких замечательных, потрясающих наших преподавателей, как Михаил Геннадьевич Круглов. Спасибо, Александр Гароныч. Я это самое связался вот с Ириной Константиновной Мухиной, задал ей вопрос по поводу этих проектов, но поскольку она в этом деле ас, вот, чтобы она еще посмотрела и сказала. Но она пока вот как бы на эту тему не ответила, но надеюсь, что... Приглашайте ее к нам в студию. Приглашайте к нам ее, побеседуемся на эту тему. И вместе с вами. Ой, я думаю, что вот эту вот штуку нужно как бы запланировать, да, вот обсуждение вокруг вот этих вот проектов Гугла и чем они грозят. Давай, записывай, 17 августа, понедельник, в 20.00 приходите Севиной Мухиной. Ой, ну не знаю. 17 августа, я боюсь, что я не успею. Так, у нас запись включена, кстати. Я выключаю запись. Еще раз благодарим Михаила Геннадьевича. Ну давай мы поблагодарим еще раз, Михаил Геннадьевич. Спасибо большое еще раз. Огромное спасибо. Как всегда, очень познавательная и демонстрация прекрасная. Спасибо. Всего вам доброго. Здоровья вам крепкого. Всего доброго, Исан Гарун. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok